Неделя пути и 70 тонн грузов. Труднодоступное поселение Нижневартовского района отправился второй в этом году рейс северного завоза. Жителям доставят товары первой необходимости, продукты и медикаменты. О том, как готовили судно к отправке, расскажет Святослав Балконский. На загрузку такой баржи уходит 4-5 дней. Подготовка серьезная. Экипажу предстоит путешествие длиной в целую неделю. По Оби, а потом по реке Вах судно прибудет в Ларьяк, а следом доберется до Корликов. Путь не близкий, но чтобы доставить людям товары, вариантов немного. Три раза в домикационный период баржи поставляются. Это май, июль, август и сентябрь. Также мы возим на вертолетах товары три раза в неделю. Это у нас график вторник, четверг и суббота. Еженедельно за 2020 год мы уже вывезли 42 тонны только-только по вертолету. С объемами, которые везут по воде, это, конечно, не сравнить. Ежегодно баржа доставляет в отдаленные поселки почти 450 тонн товара. В зависимости от рейса груз отличается. Если первым везут больше строительных товаров, чтобы люди привели свое жилье в порядок, пока тепло, то в этот раз в грузовом отсеке в основном товары в местные магазины, продукты, бытовая техника и хозяйственный инвентарь. На барже есть морозильная камера, поэтому сейчас на ней возят даже скоропорчащиеся продукты. Раньше это было возможно только по воздуху. Здесь у нас масло, колбаса и мороженое. Персональные заказы тоже привозят, поэтому порой среди коробок можно увидеть вазы, картины, посуду и даже мебель. К слову, в этот раз баржа доставит важные для поселения медикаменты и учебники для школ. Светослав Болконский, Эльдар Ибрагимов, Вести Югория, Нижневартовск.